Транспорт есть, а остановки нет. Жители 10-го проезда регулярно звонят в нашу редакцию и сообщают. В районе 18-го дома оборудован только один остановочный павильон, а второго во встречном направлении нет и в проекте. Автобусы и маршрутки народ высаживают на тротуар, на узкой дороге на лишнюю минуту не останавливаясь. Вот из-за такой спешки и пострадала пенсионерка Нина Шиганова. Выходила из автобуса и упала, сильно повредив ногу. Я упала. Травму, может быть, по старости я получила, но дело-то в том, что это невозможно никому. Невозможно ни сесть, ни выйти. Да всем неудобно, прямо сказать. Всем неудобно. Даже пусть молодые, но можно ли перепрыгнуть в эти ямы и это безобразие. Тротуар разбитый. Пенсионерка проверяет глубину лужи. На дне куски кирпича, мусор. То, чего на официальной остановке и быть не должно. В мэрии нам пояснили, нет у водителей права высаживать здесь пассажиров. Останавливаются перевозчики стихийно. Жаловаться на них нужно в комитет по транспорту. Разрешенное место для посадки и высадки за углом у 124-го дома по улице Каравайковой. Павильона тоже нет, но есть знак на опоре освещения. Почему нельзя было сделать остановку, обозначить у дома 18, потому что там технические дорожные условия не соответствуют тем требованиям для организации остановки общественного транспорта. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара, в принципе, включен в план работ на строительный сезон 2017 года. И по мере, так сказать, очередности данные работы планируется выполнить. Обещаниям жители домов по 10-му проезду не верят и не безосновательно. На руках у пенсионерки Нина Шигановой такой документ. Официальный ответ за подписью замглавы мэрии. Тротуар в удовлетворительном состоянии, а оборудовать остановку возможности нет. Через 10-й проезд проходит 7 муниципальных маршрутов. И водители ни одного, кажется, не знают, где остановка. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.